Самый большой опыт, который для меня принесла переписка с заключенными, это способствие духовному росту. Ну, конечно, я тут пока что на самых первых ступеньках, и, конечно, мне далеко, но очень поспособствовали вообще возникновению этого духовного роста заключенные, как бы это не было парадоксально. Я не знаю, кто из нас кому больше дал, потому что духовную литературу я начала читать только благодаря заключенным, потому что они ее просили. И я стала смотреть просто из интереса, какие книжки они просили, и я увидела, что они просят очень интересные книжки. Я начала их читать. Всегда, прежде чем выслать книжку, я ее начинала читать. У меня появился интерес, и был период, что просто вот кроме духовной литературы я не читала ничего. Потом заключенные задают духовные вопросы, и пока ты на них отвечаешь, ты опять же получаешь информацию. А есть заключенные, которые умудряются держать пост, причем со всей строгости в условиях заключения. При том, что, в общем-то, заключенным, насколько я знаю, разрешается вообще пост не держать. Как и военным, у них особые условия. И начинаешь стыдиться, и думаешь, у меня-то есть возможность. А у него она намного более ограничена, и он все равно держит пост. А я... Многие такие вопросы о стремлении, о том, как они стремятся некоторые, причаститься, сходить на службу, у них возможности нет. Я могу хоть каждый день. Что меня держит? Они мне очень сильно в этом помогли. Я думаю, что в этом определенный божий промысел. Что касается проведения тренингов, я получаю глубокое моральное удовлетворение. Я думаю, что у нас это взаимный процесс. И я даю заключенным, и заключенные дают очень много мне. Потому что я действительно получаю огромное удовольствие от наших встреч. Я очень эмоционально заряжаюсь от них, и всегда жду скорее и скорее нашей новой встречи. Пока что даже не представляю, как вообще можно было без этого быть дальше. Волонтерская деятельность – это очень важная составляющая моей жизни, стоящая из центральных мест вообще моей жизни, которая очень много дает для моей личности, для развития моей личности. И когда человек отдает, он тоже очень многому учится. И в принципе, если ты живешь для себя и никому ничего не отдаешь, то это какая-то не жизнь, а существование, которое даже ведет к деградации. И я думаю, что человек, который откроет для себя волонтерство, он об этом никогда не пожалеет.